М1Глобал Много ошибок, зацепился где-то и в принципе делал такие вещи, которые много повлияло на ход боя сам. То есть не то, что противник что-то там своими силами, а в основном сам ошибался и противник на этом срабатывал. Но еще буду смотреть, разбирать дальше. В принципе первые моменты понятно все было. Дальше посмотрим уже. Удалось ли посмотреть повтор поединка, запись боя с тренером и что говорит тренер об этом поединке о том выступлении? Как оценивает? Тренер сказал, показал где ошибки были, объяснил что я делал правильно, неправильно. Подсказал некоторые моменты как должен был поступить в бою, чтобы изменить ход поединка. Ну так в принципе немного разобрали. Вот бой проходил все три раунда и в течение всего этого времени Ли действительно акцентированно переходил в борьбу. И со стороны могло сложиться такое впечатление, что в некоторых моментах ему удавалось тебя именно обойти. Скажи вот с точки зрения работы над борьбой, как оценишь свое выступление? С точки зрения над борьбой, ну что могу сказать. Ну еще нужно подтягивать конечно, потому что бой в принципе показал, что есть недостатки в борьбе. Ну будем работать над этим, потому что все равно опыт, да. И Ли был тоже непростой противник. Вот в принципе и борец такого хорошего уровня. Будем нарабатывать дальше, исправлять ошибки и посмотрим, что как дальше будет. Ну расскажи теперь, когда бы ты хотел снова выступить или взять паузу? Какой дальнейший план на ближайшее время? Ну сейчас в принципе, слава богу, никаких травм не получил. Вообще никаких. И в принципе могу приступить обратно к тренировкам. Но хочу сейчас немного отдохнуть, прийти в себя, больше так психологически перестроиться. Но все равно отдохнуть от поединка, потому что была очень тяжелая подготовка, перелет. И там в то же время находились столько времени в горах. И чуть хочется отдохнуть. И как бы лето уже. Может не знаю, как-то съездить куда-нибудь. А там посмотрим. В принципе от меня все ничего не зависит. Это зависит больше от организации, когда у меня будет следующий турнир. И бой там мне поставят. Поэтому ну ждем, что скажут. Будем готовиться. Ну если скажут через месяц или через два месяца, ты уже хотел бы или еще? Да, конечно. Я только за. За то, чтобы чаще биться. Я уже так говорил не раз в интервью. Вот. И поэтому я считаю, что нужно наоборот больше обкатываться. Больше проводить боев. Еще раз повторю, что травм не получил. Это очень большой фактор. Потому что из-за травм бывали моменты, что и очень большой период простоя. Поэтому, конечно, хочется опять побиться. Исправить все свои ошибки и посраться выполнить все то, что хотелось бы. Не в этом, что в этом бою хотелось бы выполнить. Хочется выполнить в следующем. Поэтому, как можно скорее бы, с удовольствием побился. Вот перед твоим выездом мы говорили о том, что поединок будет в горах. И что ты за несколько дней поедешь, ну предварительно готовиться к поединку. Расскажи, почувствовал ли ты разницу при выступлении именно в высокогорье? Все ли было достаточно? Да, разница, конечно, чувствуется. Потому что все равно всегда бился внизу на равнине здесь, в залах. И первый раз у меня был бой в горах вообще на воздухе свежем. Ну не знал, как это реагирует организм, как вообще будет себя вести. Ну нормально все было. В принципе, ничего такого существенного не поменялось. Вот. Нормально все прошло. То есть разницу такую и не почувствовал? Особо нет. Особо нет. В твоей весовой категории, если бы ты выбирал, с кем бы ты теперь хотел встретиться? Вот если любого дать. Да на самом деле мне без разницы, если честно. Потому что, ну, ставят, и любого вообще оппонента могут мне поставить. Я с любым побьюсь. Я и не выбираю никогда себе бойцов. И мне вообще без разницы. Поставят с хорошим, не знаю, там, с чемпионом. Ну, я выхожу на бой, и все, это моя задача. Поэтому я бы с любым подрался, с кем я поставил. Спасибо большое за интервью. И, может быть, слова болельщикам. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Спасибо, там, за то, что пишете. Очень приятно. Ну, вот так получается у меня сейчас, что второй бой проиграл подряд. Ну, ничего страшного, не отчаиваясь. Наоборот, только разодорило меня больше. Хочется поскорее вернуться в строй, одержать победы и радовать вас. Поэтому спасибо всем, кто меня поддерживает. Спасибо моему тренеру, всей моей команде и всем людям, которые возле меня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok